В передвижении демонстрирует Хинам настоящий-настоящий притинг в ее исполнении. Недействительный укол, атака со стороны кореянки. Интересно, выдержит ли такой темп Валентина Витцали? Атака итальянки, укол недействительный. Опять сближение и опять... Мы не видим никаких уколов. Счет прежний 8-6. Атака Хинам. На встрече уколола Валентина Витцали, проиграла тактические фразы. И счет становится 8-7. Ведет итальянка, но всего-навсего один но кольчик. Атака в исполнении Валентины Витцали. Все чисто. И еще становится 9-7. Защита-ответ. Чисто работает итальянка. Счет 10-7. Один фонарь горит в ее пользу. По-моему, терпения не хватает кореянки для того, чтобы выхаживать эти уколы. Чуть-чуть, чуть-чуть не справляется она с нервным напряжением. И сейчас это хорошо видно. Три укола подряд она получила. А сейчас атака чистая. Нам. Да, все правильно. Все становится 10-8. Когда разыгрывает, когда терпит, когда ищет момент для укола. Корейская реперистка. Тогда все у нее проходит. А вот такие вот неподготовленные атаки, как правило, ничем не заканчиваются. Ну, а это исключение, которое, как известно, бывает во всех правилах. И еще один укол наносит Хи Нам. Сокращает она разрыв до минимального. Морщица Валентина Вицали в ответ. Да, не очень приятно получать такие уколы. Вроде все было хорошо. И тут сейчас опять приходится напрягаться. Взяла на паузу, поправила волосы. Чуть-чуть перевела дух. И сейчас бой будет продолжен. 10-9. Атака со стороны Хи Нам. И счет становится равным. 10-10. Ну и посмотрим, чем все это дело закончится. Помчалась отыгрываться Валентина Вицали. И у нее это тут же, тут же у нее это получается. 11-10. Ну, сколько преимущества, сколько времени, интересно, был равный счет. Ну, наверное, секунд 10 он продержался. И опять Валентина Вицали впереди. Недействительный укол. А вот это было красиво. Сложная завязка, сложная фраза. Но несколько атак, несколько защит, перехватов. И в результате один фонарь горит в пользу корейской реперистки. Счет опять равный. 11-11. Атака. Валентина Вицали. Недействительный укол. И 30 секунд остается девушкам работать во втором раунде. Ничего не горит. Я имею в виду атаку Валентины Вицали. А вот у кореянки загорается недействительный фонарь. Атака итальянки. Все правильно. Счет 12-11. В пользу. Опять. Выходит Валентина Вицали вперед. И недействительный укол. И 10 секунд примерно остается до конца второго раунда. Счет 12-11. Я думаю, что третий раунд мы с вами увидим в полном объеме. Повторная атака в исполнении Хинам. Укол недействительный. Репост не горит. И 2 секунды остается. Да. Закончился второй раунд. Девушка ходит на перерыв. Падает в изнеможении на центральный помост Валентина Вицали. Склоняется над ней ее тренер. Ну, честно говоря, не очень я верю в то, что без силы абсолютно итальянка. Устала, конечно. Что-то говорить. Турнир тяжелый был. С утра сегодня девушки здесь в зале на дорожке. Но силы у Валентина Вицали всегда много. Я думаю, немножко на публику сейчас поработала знаменитая итальянка. Думаю, что все с ней нормально. Ну, и Хинам тоже слушает советы от своего тренера. С этой барышней у нас вроде все хорошо. Вообще никогда не жаловалась, так скажем, здоровья. Во всяком случае, внешне это никак не проявлялось. У корейской раперистки всегда терпит до конца. Очень хорошо физически подготовлена. Прекрасно сложена она для рапевного фехтования. Не очень высокого роста, но отлично координирована. Обладает очень хорошей скоростью. Ну, и на самом деле, вот с моей точки зрения, можно сказать, что это идеальная раперистка на сегодняшний день. Закончился минутный перерыв, но Валентина Вицали только-только сейчас возвращается на дорожку. Но, может быть, я не права. Может быть, и подустала, конечно, Валентина Вицали. Время, я напомню, 74-го года рождения Валентина Вицали. К ветеранам, конечно, ее отнести еще невозможно, нельзя. Но, в общем, конечно, уже достаточно давно фехтует Валентина Вицали. Не, действительный укол. Атака со стороны итальянки. Укол недействительный. Последняя трехминутка началась. Последний раунд. Счет 12-11. Минимальное преимущество. Пока что итальянской примы. И вот оно. И вот оно. Исчезает. Счет равный 12-12. Интрига появляется в этом поединке. И интрига становится еще более интересной, потому что хинам наносит 13-й укол. И итальянка проигрывает. Сейчас помчится. Я чувствую Валентина Вицали отыгрываться. И наносит укол итальянка. Причем в этом уколе сама себе привезла, что называется, хинам. Этот уколчик зачем-то пошла в атаку, потом в повторную. Ну, в общем, с моей точки зрения, как-то не очень умно распорядилась своим преимуществом хинам. И тут же пропускает еще один укол кореянка. И счет уже 14-13 в пользу Валентины Вицали. И она очень близка к тому, чтобы выиграть очередной турнир за свою карьеру. Очередной турнир в Санкт-Петербурге. Недействительный укол, недействительный укол. 14-13, счет прежний. Промахивается в атаке сейчас Валентина Вицали. Счет становится равным 14-14. Ну и что, как в хорошем триллере. Все решит один укол. Финал, можно сейчас уже говорить, удался. Атака Валентины Вицали. И вот они, эмоции. Вот она, радость от победы. Молодец Валентина. Перехитрила, конечно же. Она свою соперницу перетерпела. Просто перетерпела. Не выдержала хинам, уколола навстречу. А Валентина, собрав, ну, наверное, весь свой опыт, все свое желание в один кулак. Просто вот дожала, что называется. Хинам. И с минимальным преимуществом в один укол она выигрывает сегодняшний финал. Ее пришли поздравлять, естественно, тренеры. Стефана Чириони на ваших экранах. Сейчас он будет, который возглавляет итальянскую сборную по Рапире. Молодец, Валентина. Ну вот, самая настоящая чемпионка на ваших экранах. Вытащила такой бой. И именно благодаря вот этому характеру, этой воле, этому к победе, этому желанию выигрывать. В Валентина Витсале так долго остается на самой вершине фехтовального подиума. Наверное, можно так сказать. 15-14. Очередной турнир взят. Очередной гран-при. Очередной турнир в Санкт-Петербурге. Она главной героиней сегодняшнего вечера. Ну, мы, естественно, ее с этим и поздравляем. А на этом мы, позвольте, завершить нашу трансляцию, нашу первую трансляцию из Санкт-Петербурга. Еще мы будем показывать мужской финал. Будем очень, хотелось бы очень надеяться.